Характеризовать экономику с точки зрения подъема сейчас совершенно преждевременно. Мы вошли в состояние глубокой депрессии вслед за Европой и Америкой. И это состояние продлится до тех пор, пока не сформируется в экономике новый технологический уклад, который будет генерировать экономический рост. Сегодня вес этого технологического уклада составляет 2-3% ВВП. К сожалению, доля России на мировом рынке нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий, которые составляют ядро этого уклада, составляет всего лишь несколько долей процента. Поэтому при нашей открытости и ориентации на импорт товаров потребительских и экспорт сырья, если не будет принципиальных изменений в экономической политике, ориентированных на активное научно-техническое промышленное развитие, придется ждать других. А в других странах мы видим сегодня устойчивый рост этого ядра нового технологического уклада, оно растет примерно с темпом 35% в год. Но для вывода всей экономики из депрессии этого недостаточно, слишком маленький вес этого комплекса новейших технологий. Поэтому, как это было и в 70-е годы, до этого в 30-е, депрессия такого рода требует достаточно больших усилий государства и требует времени. Примерно это 10 лет. Смена таких крупных технологических структур, крупномасштабных технологических сдвигов, которые охватывают всю экономику, развиваются десятилетиями. Сейчас старый комплекс технологий уже не вытягивает экономический рост, нет такого спроса. И в рамках новых технологий не будет такого спроса на нефть, на газ, на металлы, как было раньше. Поэтому сырьевая ориентация российской экономики не ждет устойчивый подъем. Нужно срочно создавать новейшие направления экономического развития. У нас есть для этого заделы, но не хватает финансовой политики, нет финансовых инструментов подпитки новых производств. Если бы мы не вложили несколько сот миллиардов долларов в американские финансовые пирамиды, а вложили бы в их новые технологии, я вас уверяю, что сегодня вообще бы не было бы спада у нас. И мы бы развивались не хуже, чем Китай.